Канал 3 минуты и в этом видео мы разберем тесты ЕГЭ по биологии на миоз и сборника Рохлова 2022 года. Ссылку на видео с теорией по миозу, как обычно, дам в описании. Итак, первый тест. Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в ядрах клетках семизачатка перед началом первого деления миоза и в метафазе 2 миоза. Объясните все полученные результаты. Для наглядности добавлю схему миоза из моего видео. В условиях задачи сказано, что хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Соматические клетки – это обычные клетки организма, которые не принимают участие в половом размножении и для них характерен полный или диплоидный набор хромосом. Соответственно, перед началом первого миотического деления хромосомный набор будет также равен 28. Первое миотическое деление называется редукционным, так как в ходе него количество хромосом уменьшается в два раза и становится гаплоидным. Поэтому в метафазе второго миотического деления количество хромосом будет уже 14. Что касается числа молекул ДНК, то перед началом миоза каждая хромосома состоит из двух молекул ДНК, которые также называются хроматидами. Это связано с тем, что в интерфазе перед миозом количество молекул ДНК удваивается. Получается, что перед началом первого деления миоза количество молекул ДНК в два раза больше, чем хромосом, то есть 56. В метафазе второго миотического деления хромосомы по-прежнему двухроматидные. Но количество хромосом уже не 28, а 14. Поэтому количество молекул ДНК опять в два раза больше, чем хромосом, то есть 28. И смотрим правильный ответ от составителей тестов. Первое. Перед началом миоза число хромосом 28. Второе. Перед началом миоза число молекул ДНК 56. Третье. Перед делением ДНК удваивается. Четвертое. Каждый хромосом состоит из двух сестринских хроматид. Пятое. Метафазе 2 миоза число хромосом 14. Шестое. Метафазе 2 миоза число молекул ДНК 28. Седьмое. Клетка после первого деления гоплоидна. Восьмое. Хромосомы двухроматидные. Второй тест. Для соматической клетки животного характерен диплоидный набор хромосом. Определите хромосомный набор N и число молекул ДНК C в клетке непосредственно перед миозом 1 и в миоза 2. Объясните результаты в каждом случае. Опять добавлю схему. Перед первым миотическим делением хромосомный набор диплоидный или 2N. При этом каждая хромосома состоит из двух молекул ДНК. Получается их два раза больше, чем хромосом. То есть 4C. Это связано с тем, что перед миозом количество молекул ДНК удваивается. В ходе первого миотического деления количество хромосом уменьшается вдвое. Это называется редукционным делением. Соответственно, в профазе второго миотического деления хромосомный набор гоплоидный, что обозначается как N. При этом каждая хромосома по-прежнему состоит из двух хроматид или из двух молекул ДНК. То есть на N хромосом приходится 2C молекул ДНК. Смотрим правильные ответы. Первое. Перед миозом 1 на набор хромосом 2N. Второе. Перед миозом 1 число молекул ДНК 4C. Третье. Перед миозом 1 происходит репликация, удвоение ДНК. Число хромосом не меняется. Четвертое. В профазе миоза 2 набор хромосом N. Пятое. В профазе миоза 2 число молекул ДНК 2C. Шестое. В профазе миоза 2 участвуют гоплоидные клетки, которые образовались в результате редукционного деления миоза 1. Третий тест. Для соматической клетки животного характерен диплоидный набор хромосом. Определите хромосомный набор N и число молекул ДНК C в клетке при гометогенезе, метафазе 2 миоза и анафазе 2 миоза. Объясните полученные результаты. Схема миоза. Итак, в ходе первого миотического деления, которое называется редукционным, количество хромосом уменьшается в два раза и становится гоплоидным. То есть в метафазе второго миотического деления количество хромосом N. При этом каждая хромосома состоит из двух молекул ДНК, то есть их 2C. В анафазе второго миотического деления каждая двухроматидная хромосома разделяется на две сестринские однохроматидные хромосомы, которые расходятся к полюсам клетки. То есть на эту фазу количество хромосом увеличивается в два раза и становится 2N. При этом хромосомы однохроматидные, что значит, что количество молекул ДНК столько же, сколько и хромосом, то есть 2C. Смотрим правильный ответ. Первое. В метафазе 2 миоза набор хромосом N. Второе. Число молекул ДНК 2C. Третье. В анафазе 2 миоза набор хромосом 2N. Четвертое. Число молекул ДНК 2C. Пятое. В метафазе 2 миоза после редукционного отделения миоза 1 клетки гаплоидные. Хромосомы двухроматидные. Шестое. В анафазе 2 миоза полюсам расходятся сестринские хроматиды, хромосомы. Поэтому число хромосом равно числу ДНК. Четвертый тест. Установите последовательность изменений, происходящих с хромосомами в первом делении миоза. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. Для наглядности добавлю схему первого деления миоза. Первая. Конъюгация. Она происходит в профазе 1. Напомню, что конъюгация это соединение гомологичных хромосом. Второе. Кроссинговер. Тоже в профазе 1, но после конъюгации. Кроссинговер это обмен участками гомологичных хромосом. Третье. Образование ядерных оболочек. Это телофаза 1. Четвертое. Расположение пар гомологичных хромосом в экваториальной зоне. Это метафаза 1. И пятое. Расхождение гомологичных двуххроматидных хромосом к полюсам клетки. Это анафаза 1. Правильный ответ 1, 2, 4, 5, 3. Пятый тест. Здесь надо установить характеристики для метоза и миоза. А. Уменьшение числа хромосом в клетке. Это миоз. Происходит в ходе первого миотического деления. Б. Образование клеток, идентичных материнской. Это миоз. В. Образование соматических клеток. Тоже метоз. Г. Образование гомет у животных. Это уже миоз. Д. Обеспечение роста организмов. Рост организма происходит за счет соматических клеток. То есть это метоз. И. Е. Формирование спор у растений. Это миоз. Обратите внимание, что у растений миозом образуются именно споры. Правильный ответ 2, 1, 1, 2, 1, 2. Шестой тест. Здесь надо подобрать характеристики к фазам первого деления миоза. Добавлю схему первого миотического деления. А. Движение хромосом к полюсам. Это анафаза 1. Б. Перемещение хромосом в плоскость экватора. Это метафаза 1. В. Деспирализация хромосом. Это телофаза 1. Г. Формирование двух ядер. Это опять телофаза 1. И. Д. Расположение бивалентов в экваториальной плоскости. Это метафаза 1. Напомню, что биваленты это объединенные в ходе конъюгации гомологичные хромосомы. Правильный ответ 2, 1, 3, 3, 1. Седьмой тест. Назовите тип и фазу деления изображенных на рисунке клеток. Ответ обоснуйте. Добавлю схему первого миотического деления. Ее будет достаточно. Итак, на рисунках мы видим гомологичные хромосомы. Причем на левом рисунке у них происходит конъюгация, а на правом кроссинговер. Получается, что тип деления миоз, так как конъюгация и кроссинговер происходят только при миозе. Также на рисунках мы видим, что происходит растворение ядерной оболочки и идет формирование веретена деления. То есть это профаза 1. В профазе 2 количество хромосом было бы гоплоидное. Не было бы конъюгации и кроссинговера. И правильный ответ от составителей тестов. Первое. Тип миоз. Фаза, профаза 1. Второе. Для профазы характерны разрушения ядерной оболочки, формирование веретена деления, расхождение центриолей. Третье. Для миоза характерна конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер. Последний, восьмой тест. Здесь надо подобрать процессы для первого и второго деления миоза. Добавлю схему миоза. А. Уменьшение вдвое числа хромосом. Это первое, оно же редукционное деление. Б. Конъюгация гомологичных хромосом. Это профаза первого миотического деления. В. Образование четырех клеток с гоплоидными ядрами. Это второе деление. Г. Расхождение однохроматидных хромосом к полюсам клетки. Это анафаза второго миотического деления. И. Д. Расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки. Это анафаза первого миотического деления. Правильный ответ. 1.1.2.2.1. Вот такие тесты на миоз. Если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Я постараюсь на них ответить.